Итак, мы с вами продолжаем семнадцатские занятия по риторике. И наша сегодняшняя тема... Тема юмора в риторике. Действительно, есть люди, которые работают в юмористическом жанре. Вот, в данном случае Максим, конечно, в юмористическом жанре. Я был идентифицирован как человек, работающий в юмористическом жанре. Есть люди, которые меньше используют юмор. Но так или иначе, юмор очень хорош для убеждения. Посредством юмора можно убеждать. И у нас была лекция к юмору. А сегодня мы какие-то блоки попробуем прикрепить к вашему опыту. То есть, какие-то блоки прямо сейчас откатать. Чтобы вы научились эти некоторые приемы применять. Может, не обязательно должно быть смешно. Сегодня не эта задача. Сегодня задача попробовать. Попробовать и потом видеть юмор в речи других. Если вы начнете видеть юмор в речи других, начнете их идентифицировать. Например, это такой прием был применен. Это такой прием. Все. Дальше неумолимо вы начинаете улучшать свою речь за счет юмора. Уже вы автоматически решили. Итак, вот эти все восемь приемов, которые были здесь написаны. Мы начнем с приема. Они основаны на бессоциации. Бессоциация – это раздвоение. Раздвоение смысла. Будем говорить о семеме. Это второй прием семема. Начнем с более простого приема. Это интонация. Я идентифицировал как самый распространенный способ получения шутки. Сосредством интонации. Что происходит? Человек произносит слово с определенным значением. У каждого слова определенное значение. Например, эмоциональное значение. Например, слово «радость». Радость произносится положительное эмоциональное слово. С положительным значением. Но есть интонема. Помните, у нас с вами было занятие. О интонации. Есть интонема радости. Если радость происходит... Слово «радость» с радостной интонемой – это хорошо. А если радость с противоположной интонемой или радость? Происходит так. Сема говорит, надо радоваться. А интонация говорит, что это вообще мерзко. Это радость. Происходит непонимание. Реципиент не понимает, какое здесь значение. И происходит эффект такой вот непонимания, эффект шутки. Я прошу вас на листочках у себя написать два эмоциональных слова. Одно слово, чтобы вызывало радость, а второе слово должно вызывать брезгливость у вас. Радость и брезгливость. Два слова. На это вам тридцать секунд. Поднимите, пожалуйста, руку, кому непонятно. А что имеется в виду «радость» с приспособлением? Просто написать или синоним, антонимы? Принадимое слово. Другое слово, да. Спросите любого. Никто руку не поднимает. А не ксеркнули. А, пусть Вероника. Роника. А в чем стояло задание? Нужно синонимы, антонимы к этим словам? Нет. Нужно было написать два слова. Первое слово характеризовалось как радость, а второе слово как брезгливость. Безгливость, а брезгливость. Коррекцию. Да. Вот нужно написать такие слова, которые соответствуют данным состояниям. Да. Их значение, в их значении заложено в одном радость, а в другом признаки. Итак, время истекло. Я прошу поднять руку того, у кого не зафиксировано два слова. Одно слово по семантическому значению должно эмоцию радости у рецепирентов побуждать, а другое – эмоцию радости. Пожалуйста, выберите любого, по своему усмотрению. Не перемещаем. Пожалуйста. Пойми, пойми. Итак, пожалуйста. А сверху. Какое ваше слово радостное? Да, это грустное слово. Произнесите радостно, чтобы аудитория видела. Да. Расчленение. Да, хорошо. Я вижу, что интонация есть, есть и эмоцию. Все, нормально. Давайте и третий, последний. Радостное слово. Пока нет. Выберите, пожалуйста, еще одного. Дайте руслан номер. Продолжаем. Радостное слово. Пятница. Пятница. Жир. Жир. Что вы не делаете? У меня накопилось несколько вопросов к вам. Можно. Я прошу их место, где вы будете их копить, и в конце пары я отвечаю на вопрос. И все больше и больше. Да, да. Главное, изобретать их. Итак, мы переходим к первому слову. Брезгливость так на лице. Ну, радость понятна, как определяется, да, улыбка. Брезгливость так определяется. Крылья носа чуть поднимаются. Родные мои. Как я слышал их. Лапочка. Это брезгливость. Пожалуйста, выберите любого, кто скажет свое радостное слово «брезгливо». Купшина, да? Ты решил отомстить мне, да? За что это думает? Ну, какая? Я отопусь. Что? Ты что? Одной. Сюда ты говоришь, что так думает. Не, ну, видно профессионал. Да, ну, да. Пожалуйста, выберите. Давно выходы? Да. Руслану я отомстить не смогу уже, да? В шипах. Ты уже отвечал. Восемок. Кто самый неоткоп? Вы опять каждый раз, вы вслухащит, про себя продумаете, а уже дайте нам результат своих мыслей. Данила давайте. Максим, вы думаете, что расчлененка – это хорошо, расчлененка, когда вы все мысли свои выбрасываете в пару, и его смотрите. Это не всегда смешно. Вы вот удивитесь, но я написал в шипах. Не-не-не, а то не надо, спасибо. Пока, дастно, потом, потом. Кто? Кого вы, Максим, кого вы? Да не верно. Да, не верно. Мне нужно раз слово «брезвив» сказать. Да. 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 Тебе что-то мог? Нет. Я отпущу. Пожалуйста, еще раз. Да. Вот так, вы знаете, чуть-чуть сделайте. Не удерживайте, а сделайте и отпустите. Да. Да. Хорошо, выберите еще одного. Пусть Оксана. А-а-а-а. О-о-о-о. Ха-ха-ха-ха. Это что, ваши? Радостные или не радостные? Ты радостные? Нет. Пссссс. Я прошу сонаты обратить внимание, это хорошая мимика. Счастье. Нет, сейчас хуже. Знаете, вот такое, посмотрите. Вот гость соплей. Прям капает. Видите? Пожалуйста. Вот про него, пожалуй. Прям капает. Счастье. Ну, знаете, немножко интонации добавьте, такое более активное. А то сейчас... Как вам? Счастье. Хорошо. И последняя еще передача? Люда. Измерение. Измерение. Чего вы вырезаетесь? Шрама, давайте. А, я думала так сказать. Улыбка. Не улыбка? У тебя что-то улыбка. Улыбка. Нормально. Слизняк. Любите на него? Очень радостное слово. Слизняк. Еще раз, улыбка вот так вот, как слизняк. Улыбка. Ну, почему? Нормально. Еще раз. Давай. Только громче. Сейчас будет шум, шум стих не скажет. Улыбка. 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 Ну, потому что вы не отстанет. Потому что вы не отстанет. Я такая радостная. Вы сильно любите, представьте их любить. Как будто они мерзкие. И так мы завершаем интонацию, очень хорошая техника, повторюсь, хорошо ее используйте. Пожалуйста, какие есть вопросы, у кого возникли вопросы, пусть скажите. Вопросы? Вопросы? По интонации. Ну, у меня, когда еще Башенка отвечал, у меня такие вопросы появились. Во-первых, вот... Давайте по одному. Я буду отвечать, могу это через только по одному. Во-первых, вот он говорит слово желтый. Ему долгое время не удалось нас рассмешить. Возможно, это потому что у него плохо получается, а потому что просто у нас слово желтый не ассоциируется с чем-то веселым. Ведь каждая шутка должна подходить к аудитории. А слово желтый? Вот, например, я не считаю желтый радостным. Мельниченко тоже на лице не видно, что он желтый. Отвечаю на ваш вопрос. Отвечаю на ваш вопрос. Значит, в данном случае мы расчленяем. Мы только берем один фрагмент, мы учимся с помощью интонации шутить. А вы говорите уже о следующем шаге. Это называется общий топос. Общий топос, чтобы и для аудитории было это так же. Например, выбрать, что для аудитории радостно. Или выбрать, что для всей аудитории мерзко. Это уже следующий шаг, но на него надо потом переходить. Сначала научиться семемить. Называется семемить, то есть делать противоречащие семы. Интонации смысловые. Научитесь все. Хорошо. Второй был вопрос? Да. Второй. А как шутка, она может... Аудитория может смеяться либо над шуткой, либо над тем, кто пошутил? Это одно и то же. Нет, когда смеются над шуткой, смешно. А когда смеются над человеком, человек дурак. Слушай, над человеком тоже речь. Когда человек выше, возьмем клоун с большим носом. Это речь. И смеются... Это есть шутка. Смеются над этой шуткой. У человека есть речь. Речь визуальная или речь текстовая. Но это речь. Если он смешная речь, если в ней заключена шутка в формате шутки, надо над ней смеются. Не над человеком. Смеются над текстом, который он выдает. А так же, когда говорят, что, вот, над нами уже все люди смеяться. Ну, знаете, они путают идею, что... Две идеи они путают. Что социальный статус упадет. Но это не шутка. Шутка наоборот. Люди людей, которые шутят. Которые грамотно шутят. У них, наоборот, социальный статус повышается. Они путают. Они не умеют, наоборот, шутить. Это просто люди, у которых падает социальный статус. Они этого опасаются. Хорошо. Мы переходим ко второму типу. Это семема. В языке, каждое слово языка обладает, как минимум, ну, двумя, а то тремя, до тридцати, как исследователи видят, значений. Одно и то же слово, несколько значений. И шутка синема, это когда мы берем одно значение слова, и его раздваиваем. То есть, показываем, что в этом слове есть, как минимум, два значения. Здесь, в этом архипуляционном акте. То есть, в этой шутке. Для того, чтобы научиться семенить, то есть, разделять, необходимо уметь видеть несколько сем одного слова. Будет первое упражнение такое простое. Я прошу вас. Того, кто… Вопрос. Да. Нужно обязательно показывать значение второй или третьего значения этого слова? Для шутки, да. Для шутки в формате синем, необходимо показывать два. Или можно просто, как бы, его самому скрыть, чтобы человек попытался сам его… А это тогда будет… Если он сам найдет, это тогда уже будет, вы подсоединяете намек. Он доходит сам до второй синемы, и у него раздваивается, и он смеется. То есть, просто будет усиление. Намного сильнее. И так, я буду говорить слова. И тот, кто видит две синемы, два значения этого слова, поднимает руку. Стул. Стул – это то, на чем он может сидеть, и… Как хорошо. 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 Стена. Стена, в смысле, вот стена, и человек – стена. Состояние может быть. Есть. Следующее. Потолок. Потолок, ну, тоже, вот потолок, как бы… И потолок твоей возможности выше чего ты не можешь… Хорошо. Разве это отлично. Так. Ну, просто в некоторых группах очень сложно это шло. Что-то видят только одну синему. Ну, давайте… Типа сложнее. Философия. Да, Максим. Наука и отношение к грязни. Хорошо. И так, мы перейдем сразу к шуткам. Идея такая. Я сейчас вам говорю высказывание, и в этом высказывании вы берете ключевое слово, вы его значение, растениете, то есть даете другое значение, и отвечаете мне на мое высказывание шуткой. То есть делаете из моего вопроса, ну, из моего обращения шутку, путем перевертывания семена, ну, раздвоения семена. Так, моя фраза. Я вам всем на зачете покажу. По руке? Да. А можно добавить слово какое-нибудь? Да, да. Ваша речь может быть какая угодно, но чтобы было красивее. И еще вопрос, я могу сделать из этого вопрос, то есть своей речи вопрос? Да, да, да. То есть вы, представьте, вы студент, и я преподаватель. И вы мне отвечаете. Давайте еще раз, я просто проговариваю, чтобы у нас было красивее. Я вам всем на зачете покажу. Вы нам на зачете покажите что? Хорошо. Итак, давайте теперь вскроем эту шутку. Какое слово вы растенили? Покажу. Покажу. В моем значении что означает «покажу»? То есть припомните или… Отомстите. 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 Ну, чтобы вы там накажете. Ну, я думаю, весь этот кластер подходит. А вы как? То есть вы нам что-то покажете визуально. Ну, хорошо. Вот так делается. Покажите, и вам зачтется. Давайте еще раз, чтобы я понял. Зачет. Я вам… Зачет. Давайте, чтобы потом было красиво. Я вам всем на зачете покажу. Покажите, и вам зачтется. Может зачтитесь. Объясните, какое слово вы растенили? Зачет. Ну, это не одно и то же слово. В данном случае на зачете что здесь имелось в виду? Зачет? Зачет в смысле сдачи экзамена. Ну, а… А зачтется… А вы слово «зачтется» как запомниться. Да. Ну, я понимаю, какое было растемемение, но что оно дало, я не вижу шутки пока. Давайте еще раз попробуем. Может быть, что-то… Ну, я не шутку, я скорее просто рассемелить. А, просто рассемелить. То есть, тут задача такая. Рассемелить и затем в контекст включить. Ага. Чтобы это было… Например, там… Есть еще кого-нибудь? Ну, покажу, да. Зачем… 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 Я вам всем на зачете покажу. Зачем нам ваша нога? Ну, здесь уже есть знамевок, да? То есть, вы уже через… Убрали слово «покажу» и сразу сказали, что показывать. Ну, хорошо. Мне еще понравилось в одной группе так было… Такая, такая, такой ответ. Мы за это дополнительно вам не заплатим. Не подбила. Еще было одни пара рос. Я готов посмотреть прямо сейчас. Хорошо. Следующая фраза. Это уже… Я уже перехожу на сотрудник студентов, я прошу вас отвечать как преподавателя. Можно я выйду? Да. А зачем тебе выходить? Там делать нечего. Зачем… Хорошо. Какая здесь… Какая здесь схема была слова «выйду» или можно? Выйду. Можно я не могу? Выйду. Какая здесь схема слова «выйду»? Ну, выйди откуда? Из аудитории или еще откуда-то? Ну, там аудитория была, скорее всего. Знаете, какое значение здесь слово «выйду»? Вы думаете, что здесь прямое значение? Можно я потопаю? Да. Я думаю, здесь более глубокое значение. Какой-то человек говорит, я умею. Если вы выйдете из-за удовольствия, я умею. Сейчас, сейчас. Это нелегально. Да. Повторите? Да, готовы сейчас? Да. Можно я выйду? Да, мы отвернемся. Пусть прям здесь сделают. Можно вторую часть, если отключить. Давайте только первую. Мне кажется, будет уже, с договорением будет лучше. А можно я выйду? Да, прямо здесь мы отвернемся. А можно мы отвернемся? Да, мы отвернемся. Да, мы отвернемся. Прошло. Браво. Но идея такая. Он же выходит не для этого. То есть, вы подключаете, а вы как бы буквально понимаете. И получается, что семена. Потому что выйду здесь явно не для того, чтобы пописать. Молодой. Ну, есть такое подозрение, что в девяносто процентов девяти не для пописать. Потому что иначе у меня такое подозрение, что у многих мужчин надо, многим парням надо сходить к определенному врачу. Потому что уходит на два, на три часа. Это показатель. Уролог плачет, если уснает. Плачет. Следующее. А можно я это еще? Еще правильно? А можно я выйду? Я не отец. Благословения не даю. А какое значение? Ну, то, что выйду замуж. А можно выйти? На самом деле. Ну, единственное, знаете, что? Здесь такое произошло. Понятно? Здесь произошло, что такое. Вы слишком далеко поставили. И связка не налаживается. То есть надо чуть-чуть ближе. Например, можно я выйду? Сделайте, чтобы было более понятно. Благословение не дам. Может так как-нибудь? Более понятно. Я бы так, например. Можно я выйду? А вы мужа себе нашли? А, ну да. А, ну да. Сначала мужа найди. А, ну да. Ну да. А потом с него выйдет. А может так? Мужа себе сначала найди. А может так? Давайте есть. Можно я выйду? Можно я выйду? У Ходорковского получилось, и вы попробуете. А у нас еще около двери, и я не услышал. Ходорковский. Все, все, все. Можно я выйду? У Ходорковского получилось, и вы попробуете. Он такой политический. Да. Политический аспект. То есть выйти как из зоны. Да. Хорошо. Согласен. Вы замечаете, кто шутил? А ты? Угу. Я за Клизнецова два минуты поставил. Следующий. И последний. Ну, эту фразу обычно студенты произносят после второй пересдачи. Угу. Придут, как правило, те, кого я на второй пересдаче перерасможу. Вообще в жизни. Ну почему вы нас так не любите? Готов? Нет, нет, нет. То есть надо слово перерасменить, и его обыграть в том значении во второй семье. Можно? То есть услышать одну семью. То есть. Ну почему вы нас так не любите? А я мальчиками не интересуюсь. Хорошо. Кто валит? Пожалуйста. Ну почему вы нас так не любите? У прапорщика спросишь. Хорошо. Обычно после второй пересдачи там вычисления. Или я ошибаюсь? А! Вот так далеко. Да. Витя, ну какое здесь вы слово из семей? Не любите. У прапорщика спросишь. Ну тот же вопрос, но нужно задать прапорщику. Это другой какой-то вид шутка. Это шутка, понятно. Но это другой вид. Вы не использовали двойное слово. В данном случае не любите. Какое здесь, как вы думаете, какое здесь значение сема слова любить? Ну любить в смысле… Как бы объяснить? Хорошо… Хорошо… Нет, первое значение – это хорошо относиться. Любить – это хорошо относиться? Ну да. Почему вы к нам плохо относитесь? Ну смысл… А почему? То есть в контексте… Любить – это неплохо относиться. Да, ладно. Кто может сказать, услышать сему вот этой фразы? Почему вы нас так не любите? Любить и что здесь означает? Ненавижу. А может то, что… Имеется в виду как студента? Вы меня не любите? Как ученика? Нет. Ну какое значение? Что значит? Помните, это полисемичное слово. Там много сил… В смысле то, что вы нас ненавидите? Почему вы нас ненавидите? Эмоционально к нам относитесь? Нет, думаю, что нет. Да. Ну любить – это в прямом смысле, то есть если вы не чувствуете. А если на зачете, допустим, почему вы так не любите, то есть зачем вы нас заваливаете? Я думаю так. Ну такое, любить в смысле давать поблажки. Кого любишь, тому прощаешь, даешь поблажки. И это здесь переводится так, почему вы не даете нам поблажки? А когда мы переводим, что я мальчику не интересуюсь, мы буквально в другом, в другой семье любить, там, половое жизнь. Это эротический дискурс, не очень хороший, но это у нас пригодились. Это была шутка. Поэтому я подумаю. Есть ли еще почему вы нас не любите? Ну почему вы нас так не любите? По голове не люблю. По голове не люблю. В данном случае, почему я, если менее, упомянуть. А, понятно. Почему? Почему? Да. И небольшое противоречение. Как можно употребить по голове? Почему? Я понял. То есть, ну, с головой не очень. Почему можно еще? По ушел. По ушел. А зачем? Нет. В данном случае я здесь и употребил как бы противоречивающие. Вы сразу торопитесь, используете целый набор. Задача такая, проанализировать, то есть, выделить только маленький фрагмент, только с ним поработать, цепи техники, а потом уже ее подключать. Все. Достаточно. Спасибо. Следующее. Следующее у нас, нет, по-моему, ложная причина. Ложная причина. Ложная причина. Следующий инструмент. Ложная причина. Всему есть причина. Вы делаете так, что-то случилось, вы объясняете причину, но чтобы причина не была прям прямое следствие. Если есть прямое следствие, почему я здесь стою? Потому что я преподаватель. Ну, это факт, что я стою. А почему? Потому что преподаватель понижен. Необходимо причину отдалить. Отдалить, чтобы она сразу не была видна связи. Но чтобы, через некоторое время, реципиент мог эту связь установить. То есть, есть что-то, а есть причина, но она далекая. И необходимо человеку время, чтобы состыковать. Произошла состыковка, все. Ну, весело, потому что мир восстановился. То он разорвался, а то восстановился. Итак, я прошу вас поднять причину, вот такую причину, для следующей моей фразы. Кто придумал, прошу поднять его. Я здесь, потому что… Умите в виду в этом литуре. Хочу получить образование. Конечно. Необходимо, чтобы было чуть-чуть подальше. То есть, образование… Ну, шутка в том, что, действительно, я думаю, что вам не нужно образование. Не только вам, но и всех десятилетий. Это шаблон, так называемый. Вы проговорили шаблон. Но это шаблон такой устоявшийся. И, как причина, он понятен. То есть, ну, все так говорят. Мы работали с группой, оказалось, что ни у одного из группы нет такой причины в конечном счете. Хотя половину назвали «получитель образования», нет такой цели «получитель образования». Люди приходят за другие причины. Да, у вас есть. Пожалуйста. Зачем вы здесь? Потому что родители дома. Ну, так вы, видите, я не услышал. Родители дома, а он тут. Ну, есть, да. Я думаю, здесь есть. То есть, как бы, связки сначала нет. Почему? А потом она устанавливается. Ну, судя по тому, что не совсем шутка сработала. Это слишком близко стоит. Большинство здесь именно из-за этого. Потому что не было бы дома, они были бы дома. И так, почему вы здесь? Потому что я старостный. Есть такой разъем, диантология. То есть, я обязан, да, чтобы там… Вроде сначала нет связи, а потом… Давайте чуть-чуть еще отдаляем. Отдаляем, чтобы был все-таки 100 человек. Почему вы здесь? Мне денег жалко. Пятьдесят тысяч. Мне денег жалко, достаточно. Вот это вот уже. То есть, есть раз заплатил, надо съесть. Надо съесть. Жри. То есть, за свои линии надо отожаривать. Хоть лопни, но сожри. Да, пожалуйста, давай. Да. Так. Ну, начинайте. А зачем я здесь? Потому что берцы мне не идут. Ну, и конечно... Шшшшшшш! Шшшшшшш. Слышите? Кто? Берцы. Да, потому что берцы мне не идут. Кстати, я испытываю страх, потому что я никак не могу съесть. А, понятно, не сойдется. Вы тоже. Но я играю больше не матчу. А вы кто по полуам проекта отожар conci? Я девочка. Ага. Я прошу, да, я же из контекста и скажу, ну как же это не соединяетесь. Хорошо, правда. Почему вы здесь? Меня вызвали. Не произошло сегодня. Вот у меня вопрос много. Почему данная аудитория, или это вопрос просто, почему вы здесь, можно, например... В этой аудитории. А, именно про этой аудитории. Да, у меня еще есть по-другому. Хорошо, есть ли еще кого-нибудь, да. Почему вы здесь? Я еврейка. Вы тоже? У вас тоже, я не понимаю, я не понимаю. Все понял, я тоже, я уже второй раз это слышу, с гендером что-то не в порядке. Почему сказали в мужском роде? Еврейка. А, вы еврейка сказали? Я сейчас. У меня вопрос, значит, не слышали. Нет, я сказала, я еврейка, сейчас переделываю. А, а почему сначала вы к мужскому себя чувствуете? Ну, потому что, в основном, говорят, обычно, я еврейка. А, если у тебя есть там жадость, то я еврейка, а не я еврейка. Хорошо. Все, вы завершили. Итак, я думаю, принципы, это мы завершили. Эту часть, сколько мы, три с вами, три техники проговорили. Было бы хорошо, чтобы вы начали их видеть. В разговоре ваших одногруппников, родственников, ну, может быть, в маршрутке часто, в общественном транспорте. Достаточно людей этой истории. И, еще одно задание, которое мы сейчас делаем, мы сделаем насмешку. Я прошу, я прошу на листочке каждого из вас записать положительное качество одного из здесь присутствующих. Кроме себя, конечно, кроме себя, одного из, ну, это должно быть ярко выраженное положительное качество. Ярко. Все знают, что у него такое-то есть. Поднимите руку и кому непонятно задайте. Минута. Время и стекло. Поднимите, пожалуйста, руку, кто среди вот этих всех не смог найти того, у кого есть хорошее положительное качество. Теперь я прошу второй этап, следующий. Этому слову придумать антоним с негативной коннотацией. Ну, если бы там вы написали добрый, злой, ну, соответственно, придумать слово с негативной коннотацией. 30 секунд. Субтитры создавал DimaTorzok Время истекло. Я прошу поднять руку того, кто не записал слов в антоним с негативной коннотацией. Что случилось? Да я чуть не могу подобрать. Пожалуйста, какое слово? Отзывчивый. Отзывчивый. Пожалуйста, кто может предложить антоним слова отзывчивый? Корыстный, это скорее финансов. Ну, смотри, подойдет, подойдет. Да, еще ближе. Инфантильный, детский. Ну, ближе, ближе, ближе. Ну, кластер тот, но не точно. Нелюдимый. Пожалуйста, еще. Парень эгоистичный. Ну, возможно, да. Ближе эгоистичный. Может, еще есть вариант? Я думаю над этим, но суть в том, что отзывчивый, как бы, он готов помочь, а эгоистичный, это, вот, идет более широкое понятие. Ну, можно так, есть такое слово, черст. Да, может быть. Если отзывчивый, то есть черст. Чурман. Ну, это такое, знаете, уже межгендерное общение. Чурман. Чурман. Мне не понимаешь. Хорошо. И теперь я прошу придумать насмешку при помощи этого слова, вот этого негативного. То есть, вы обращаетесь, обвиняете этого человека этим словом. Но он видит, что вы обвиняете. Но он понимает, и все окружающие понимают, что он не такой, что у него, наоборот, противоположное. Происходит когнитивный диссонанс, вот это несовпадение. Происходит шум. То есть, мы обычно, ну, не знаю, в компании так пикируются, да, так друг друга, ну, подначили. Но это добрая шума, потому что она не обижает. Она, наоборот, показывает, что у человека все видят, что у него есть это положительное качество. Но дают в негативном случае. То есть, как поощрение, но такое скрытое. Тридцик. Поднимите руку, кому непонятно застыть. Негативное. Например, там девушка умная, а вы говорите, ну, ты же у нас тупава. Но если она правда, то это будет уже наслежка, но уже с острой стороны. Да, мы с тупой сейчас тренируем. Пожалуйста, кто хочет огласить свою насмешку? Страшный телепозик. Ну, вы показываете на кого? Она, кстати, на самом деле. Либо страшный телепозик. Так, давайте, попроверим самочувствие. Ну, судя по тому, что она вас не бьет, пока. Как? Нормально. Нормально? Страшный телепозик. Хорошо. На, пожалуйста. И так, мы на этом завершаем наше занятие. И переходим к рефлексии. Одну, пожалуйста, рефлексию. Как вам сегодняшнее занятие? Понравилось, не понравилось? Что можно убрать? Что донравить? Или вообще никогда, чтобы вас на основе меня не видеть? Пожалуйста, как? Как ваши впечатления? Занятие мне понравилось. Что бы я хотел добавить на занятие, это побольше примеров к шуту. То есть, попробовать все примеры остальные. А вот эти дальше? Да, да. Все эти восемь. Испробовать. Здесь у меня такая идея, что необходимо. Ну, это называется жадность. Побольше, побольше. Я думаю, что каждый, ну, это же все ассоциация. То есть, если развить одну, то автоматически пойдут измены. Но если, знаете, как масло размазать по большой площади, то и то непонятно будет, и то, и вся техника будет такая. Лучше техника углубления. Взять одну, и одну прокачивать. Что хорошего, мы разобрали на основных интонациях, семема и кожный тезис. Они, как бы, являются, я считаю, ключевыми и подталкиваются к освоению остальных. Ну, было видно, что вы используете дальше. То есть, вы уже остальные не подталкиваете. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, еще одна реалекция. Ну, я считаю, что стоит побольше, как бы, практиковаться на студенте. Ну, то есть, мы, когда, вы спрашивали, да, например, попробовать студенту про Солнце, потом выберите другого, я считаю, что он стоит побольше, как бы, в истории. То есть, наоборот, правильно, как я понимаю, вы говорите, что не надо так много. Нет, нет, нет. Дело в том, что у нас время есть, время не много. То есть, лучше, все-таки, углубляться. Что-то взять одно, чтобы больше попробовали, в практику вошло более глубоко. Потому что, знаете, идея такая, если глубоко не войдет, вы выйдете отсюда, и все. А если глубоко, то есть, одно и то же достаточно сильно прокачать, то это, так или иначе, такой эффект домино пойдет. Вы начнете. Можно и сократить время, как бы, сэкономить, и успеть все. Можно и выжать. Все прогрессивно, хорошо. Спасибо. Все? Спасибо. 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 Спасибо.